Очередной взрыв потряс столицу Шри-Ланки, Коломба. Бомба с детонировала, когда сапёры пытались разминировать припаркованный фургон у церкви Святого Антония. На этот раз обошлось без жертв. Ранее на одном из столичных автовокзалов полиция обнаружила арсенал террористов. 87 детонаторов для взрывных устройств. В общей сложности во время празднования Пасхи на Шри-Ланке произошли 8 взрывов. Ранним утром террористы-смертники атаковали три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. Число погибших в результате восьми взрывов достигло 290 человек. Более 500 ранены. В моргах и больницах люди до сих пор ищут своих родных и знакомых, которые числятся пропавшими без вести. Вчера подруга пошла на службу в церковь. Услышав о взрывах, мы принялись звонить ей, но она не отвечала и не перезванивала. Всю ночь мы её искали, а утром пришли сюда. Я ищу сестру. Утром она пошла в церковь и не вернулась. Мы искали её в церковь. Безрезультатно. Теперь ищем её здесь, в больнице. Среди погибших 39 иностранных туристов. Из Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китая, Нидерландов, Турции, Великобритании и США. На данный момент опознаны тела четырёх американских граждан. Администрация президента Трампа выразила соболезнования всем родным и близким пострадавших в результате взрывов на Шри-Ланке и предложила помощь местным властям. То, что должно было быть радостным пасхальным воскресением, омрачено ужасной волной исламского радикального террора и кровопролития. Самое печальное, что страна, которая на протяжении последних лет упорно стремится к миру, стала мишенью террористов. Мы скорбим по всем жертвам трагедии. Мы подтверждаем, что среди них есть граждане США. Сегодня утром я разговаривал с премьер-министром Шри-Ланки, и наше посольство и другие ведомства предлагают разностороннюю помощь как американцам, так и правительству Шри-Ланки. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы злоумышленники были немедленно привлечены к ответственности, и Америка готова оказать помощь. Тем временем шри-Ланкийские власти заявили, что знали об угрозе нападений, но не прислушались к предупреждениям спецслужб. Так министр здравоохранения Раджита Синератны принес извинения от лица правительства страны с семьям пострадавших в терактах. На данный момент сообщается о 24 задержанных, которых подозревают в причастности к нападениям. По его словам, все террористы-смертники были гражданами Шри-Ланки из организации Джамаат Ат-Таухид Аль-Ваттани, которую власти подозревают в связях с иностранными джихадистами. Это местная организация, но мы пока не знаем. Связаны ли они с иностранцами? Есть ли иностранные граждане? Нет, все местные жители, по крайней мере на данный момент. С сегодняшнего дня в стране объявлено чрезвычайное положение. В столицу и другие крупные населенные пункты вошла регулярная армия. Президент Майтрепала Сирисена, находящийся за пределами Шри-Ланки, заявил, что запросит иностранную помощь в расследовании атак и расширит полномочия силовых структур. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон.